Руслан Винокуров считает, срок службы матерого десантника начинается от 10 лет. Сам в ВДВ служил два года, так что себя называет малышом. Хотя, глядя на его мышцы, этого не скажешь. Руслан вошел в тройку победителей на площадке армрестлинга. Уверен, главное не в силе. Дух, в первую очередь дух. Можно научить драться и тому подобное. Самое главное, чтобы у человека был дух. Дух ВДВ целый день царил на Самарской набережной. Здесь всех желающих учили собирать автомат Калашникова. Рядом можно было посоревноваться в меткой стрельбе. Выставка вооружения, площадка рукопашного боя, десантирование на воду и, конечно, армейская гречневая каша. В небе вертолет Ми-2 с флагами России и воздушно-десантных войск. Но, пожалуй, главное на празднике – встречи с боевыми друзьями. Десантное братство, как вы знаете, это очень серьезная организация и просто человеческие отношения. Поэтому мне, в принципе, в моей памяти всегда останутся мои друзья, которые со мной сейчас. И, естественно, которых уже с нами давно нет, но мы все равно о них помним. Николай Руденов был призван в десантные войска в 85-м году в Афганистан. Там же за полгода до Дембеля погиб его родной брат. Николай не называет день ВДВ праздником. Скорее повод вспомнить былое. Наверное, ностальгия еще-таки, скорее всего, для меня. Вспоминаю друзей, прежде всего, кем я служил. Это 85-87, перегонах, бомиан, кабулы, которые год служил. Этот день каждый отметил по-своему. Весело в шумной компании друзей или в узком кругу близких. Повод один. Крылатой пехоте 85. Валерия Макарова, Максим Гусев. События. Крылатой пехоте 85.